как выявить конфликт интересов вот у нас есть вопрос как определить что в сделке может быть конфликт интересов давайте мы начнем с основ основы что мы делаем на первоначальном этапе мы устанавливаем сначала если конфликт интересов с помощью сбора информации и анализа той среды в которой вы работаете контрагентов ваших сотрудников и здесь важный момент слаженного сотрудничества взаимодействия подразделений compliance службы экономической безопасности и например юристов и hr кадровиков на первоначальном этапе установления последующего отражения в протоколе указывается информация о лицах с которыми связана личная заинтересованность должностного лица выражающиеся возможности получения этим лицам дохода в виде денег либо иного имущества в том числе имущественных прав привилегий наград услуг имущественного характера результаты выполнения работали каких-либо выгод читая преимуществ в результате осуществления этим должным лицом своих полномочий и обязанностей либо лицом в частной организации такими лицами могут быть само лицо на которое в соответствии с антикоррупционным законодательством российской федерации распространена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликт интересов далее мы можем просто называть это должностным лицом но в частных организациях это лица которые уполномочены близкие родственники или свойственники и вот здесь помните я вам говорил родственники свойственники это законодательный термин кто это может быть родители супруги мы их держим в поле зрения дети братья сестры но еще смотрите братья сестры родители дети супругов супруги детей и так далее и вот здесь очень важный момент если кто-нибудь из названных категорий лиц у вас например госслужащий или вы госслужащий а вот эти лица работают в частной организации вы с ними соприкасаетесь в деловых отношениях вот это как раз таки закрадывается суда конфликт интересов здесь нужно уже действовать конечно же речь идет о иных гражданах и организациях с которыми должностное лицо или лица состоят в близком родстве или свойстве они связаны с имуществом корпоративными или иными близкими отношениями вот ссылка появилась на compliance став кому интересно более подробно в этом разобраться вы можете посмотреть на этот про на эту часть либо вы можете посоветоваться с нашим экспертом как это может действовать именно в вашей организации дальше как мы выявляем в том числе и в сделках конфликт интересов но мы смотрим на окружение по нашим подрядчикам контрагентам мы смотрим на персон которые у нас работают и находятся на связи с со стороны контрагентов мы смотрим их значит родственные отношения мы расспрашиваем составляем анкеты и в данном случае мы выявляем в каждом конкретном случае если здесь конфликт интересов и принимаем меры прежде всего в самой организации должен быть локальный акт компании которым предусмотрено самостоятельное уведомление сотрудникам компании о наличии конфликт интересов и проведение мониторинга этого конфликт интересов потенциального то есть каждый сотрудник принимая приступая к служебным обязанностям поступая на работу должен оформлять анкету в которой указывает совершенно четко где у него есть родственники с такими признаками например там на госслужбе или составе там контрагентов если вы думаете что одного раза хватит то вы ошибаетесь каждый раз когда вы с сотрудниками проводите тренинг а тренинги должны быть в районе недели месяца максимум это не реже чем квартал то вы напоминаете об этом сотруднику и он должен у себя очень четко отслеживать не появилась ли у него в окружении таких персон которые бы квалифицировались как персоны создающие конфликт интересов при теловых взаимоотношениях организации и с вашего сотрудника с ними при мониторинге анализируется возможность влияния личной заинтересованности лица на надлежащее объективное и беспристрастное исполнение им своих должностных обязанностей ну или полномочий в вашей коммерческой организации случае установления того факта что личная заинтересованность лица влияет или может повлиять на надлежащее объективное беспристрастное исполнение им должностных обязанностей фиксируется факт конфликта интересов включается действия по которым вы работаете случае наличия такого таких признаков конфликта интереса при решении вопроса о привлечении к ответственности лица не исполнившего обязанности по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются обстоятельства которые могут повлиять на определение конкретной меры ответственности ответственность заранее в локальном акте должна быть описана и это является определенным стимулом для того чтобы ваши сотрудники менеджеры вели себя осмотрительно и сообщали заблаговременно о наличии конфликта интересов вот сделки может быть конфликт интересов это именно мониторинг compliance подразделение службы безопасности пользование агрегаторами которые сообщают вам об аффилированности использование анкетных данных использование мониторинга и дополнительных опросов регулярных в период тренингов проведения учебных занятий напоминание о сотрудникам о том что он должен обязательно собирать такую информацию и заблаговременно сообщать в своих же интересах и в интересах организации который вы как раз таки проводите вот эту политику урегулирование предотвращения конфликт интересов пожалуйста обращайтесь к руководителю департамента партнерских отношений национальной ассоциации compliance вы можете узнать больше по карте рисков о нашим возможностям взаимодействия по корпоративному обучению при организации тренингом формирование системы compliance и собственно говоря направлению конфликт интересов либо по инструменту compliance став частности александр громов всегда на связи вы можете направить письмо мне либо на наш общий адрес и мы с вами обязательно пообщаемся друзья я желаю вам прекрасного настроения хорошего осознания что вы можете у себя практически применить рады будем с вами познакомиться пообщаться в профессиональной среде всего доброго до свидания а и Субтитры подогнал «Симон»